Власть, которая не избрана народом, не народная власть. И однажды мы должны встать на защиту нашего Отечества, объединиться воедино, как мы сейчас. Но сейчас нас еще мало. Это представители районов и городов. Я уверена, что однажды ваши дети, внуки, правнуки будут гордиться именами тех, которые стоят сейчас на площади и вышли защищать свои права. Я поздравляю вас с открытием митинга. Мы здесь проводили митинг в 91-м году, 20 лет назад. Вот здесь мы проводили митинг и я выступал. Я никогда не мог подумать, что через 20 лет придется опять выходить на эту площадь. Тогда говорили негодяи-коммунисты, но они нам не препятствовали. Мы спокойно пришли, и здесь митинг был порядка 3-4 тысяч человек. А сейчас нас 500 человек сюда не могут они пустить. Это разве демократия? Вы согласны с такой демократией? Нет! Что творится у нас в Дагестане? Ничего не поймем. Убивают, убивают и убивают. Кто убивает? Чего убивают? Одни люди идейные, которые выразили несогласие с этой системой, ушли в лес. Другие, воспользовавшись этим под их прикрытием, раскидывают флешки коммерсантам, доят деньги. То есть реки-то он занимается. Третье создание валензированной группировки вокруг себя, главарей администрации, и не поймешь, кто из них страшнее. Четвертые приезжают без суда, и следствие некоторых забирают, убивают наших детей. Это когда прекратится? Сколько можно этого ждать? Мы даже выбрать себе людей не можем. Элементарные выборы в районных собраниях не может ничего простой человек сделать, потому что указания отсюда идут, кого поставить. В Государственную Думу даже избирать людей не можем, потому что все фальсифицируется. Ставят очереди по праймеризе, я был в комиссии, я знаю, как это делается. Ничего, никого нету, ни святого, ни закона нету в Дагестане. Если здесь, в первой городской больнице, в травмпункт попадают журналисты телекомпании НТВ, и там его избивают и ломают, то дальше уже, как говорится, некуда. В травмпункте человек получил травму, вся Россия над нами смеется. Где эти преступники? Наказаны? Нет. Я вас уверяю, ни один чиновник не желает, чтобы был законный порядок. Если бы они хотели бороться против коррупции, в мире только один есть метод борьбы с коррупцией. Это принять закон, когда твои доходы соответствуют расходам. Кто мешает Единой России, которая оккупировала всю власть, начиная от низов до верхов, принять это единственный закон, который будет рубить голову вот этим коррупционерам. Кто мешает? Значит, они не хотят это делать. Значит, они нас обманивают. Значит, мы, продавая им свои голоса за 50 рублей, притом оптом, мы им говорим, индулгенции даем, говорим, нате, руководите, убивайте без суда и следствия. Мы разрешаем вам убивать этот, не судебный расправиль производитель, а потом плачемся. Вот это выбора решается. Каждый должен ходить за себя голосовать, за тех, кого он хочет. В Кизляре задержали меня и моих друзей без предъявления ордера и без предоставления. Работники правоохранительного органа провели обыск, в результате которого им была подкинута граната, тратил патроны им. Иварь Хуана. Это ведь не единичный случай в Кизляре. В целом, по Кизлярскому району только за этот год произвели десятки незаконных арестов, по которым судьи, несмотря на явные нарушения, выносили обвинительный приговор. Например, есть случаи, когда в двух разных уголовных делах фигурирует одно и то же оружие, но судья все равно выносит обвинительный приговор. Нас не слышит ни МВД, ни ФСБ, ни прокуратура. Почему им так спокойно все сходит с рук? Мы всего лишь требуем от правоохранительных органов соблюдать тот закон, на стажу которого они встали. А сегодня происходит все наоборот. Правоохранительные органы стали правонарушительными органами. И, к сожалению, это мнение уже укоренилось в дагестанском обществе. Вот составляют вот такие вот списки. Вот здесь целый ряд нарушений, которые должны милиционеры, каждый одевший форму полиции, должны сдать план, сколько было задержано граждан за те или иные нарушения, сколько штрафовано. В общем, все, с чем мы сталкиваемся. Вы понимаете, план. Дело дошло в Кизляре, дело дошло до того, что Кизляре более активные задерж... ...перевыполняют план. И вот эту вот перевыполненную часть продают другим милиционерам, чтобы эти выполнили план. Никто из наших жителей не защищен сегодня. Выходя на улицу, жители могут не вернуться домой. Сколько их погибших от шальной пули? Скольких убили только потому, что надо было отчитаться за проведение спецоперации. И неважно, виновен человек или нет, ему уже вынесут приговор. И безсудная казнь держит большинство собравшихся здесь люди, которые на себе испытали боли, страдания от власти тех, кого мы содержим на свои налоги. Родные или близкие многих собравшихся были похищены или безсудно казнены, были подвергнуты поискам во время ведения следствия. Здесь сегодня люди, потерявшие кровь, имущество в результате проведенных спецопераций. Люди, которых коснулся чиновничий беспредел на тех или иных эшелонах власти. И сегодня мы говорим, хватит. Мы устали жить в постоянном страхе. Мы устали от алчных и кровавых правителей-коррупционеров. Мы требуем прекратить государственный террор. Резолюция митинга Союза общественных объединений отечества, независимых общественных правозащитных организаций и граждан с активной жизненной позицией против коррупции в Республике Дагестан. Мы, представители независимых общественных организаций, реализуем свое гражданское право на проведение митинга в защиту социально-экономических, трудовых и гражданских прав. Гражданина человека обращается к народам Дагестана и доводит информацию о той общественно опасной угрозе возникшей в нашей Республике из-за тотальной коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. Тотальная коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления при полном отсутствии противодействия этому злу привела к тому, что народы Дагестана оказались в нищете и бесправии, в то время как митинная часть населения, паразитирующая на обществе, призвала себе все национальные богатства и крупные финансовые средства. Правоохранительные органы в лице прокуратуры, судебосистемы, АПД, ВСБ, ПВС, Сталин путь способностей до коррупционеров от власти, создавая в этом препятствия правонасширным организациям и отвергивая правонасширным организациям гражданам в борьбе против коррупции и коррупционеров, для которых не существуют законы и конституции о России и Дагестане. Исполнительная власть для всех представителей Дагестана и председателя правительства заняла выжидательную позицию и проведя активность действий по искоренению этого зла. Представительная власть, в лице народного собрания оказалась не способна принимать действия и законы, против коррупционеров от исполнения потенциальных законов, которые были уже приняты. Я надеюсь, что абсолютно не в том числе власти призвано быть противовесом исполнителей сезонной власти. Не смотри, я не скажу, да я сам один правду. Мы народы Дагестана, воение наших детей, воение будущего сделать композицию, в отношении непримиримую борьбу против коррупционеров. Я этим, мы предлагаем побегать меры на месте нашего сегодняшнего собрания. Уважаемые граждане, уважаемые граждане, обращаемся к вам, обращаемся к вам, значит покиньте, пожалуйста, покиньте территорию площади. Данные мероприятия проводятся незаконным способом, поэтому обращаемся к вам, чтобы нет неприятных ни действий, ни разговоров, покиньте, пожалуйста, площадь. Женщины, дети, значит мужчины, парни, которые тем более попали случайно, покиньте, пожалуйста, значит можно.